Ну вот время разбрасывать раздаваемые щедрой балковской рукой камни прошло. И мы, и мы накупили и хорошие автомобили. Кое-кто взял автомобили и не очень, но новые. Кое-кто успел взять и квартиры, и в ипотеку в том числе, и набрать кредитов. Сейчас банки с большой неохотой дают кредиты, ведь бизнес развивается. Но машины мы успели купить. И теперь время заботиться о этих ваших надежных железных коняшках и гигугошках. Тем более, если эти машины стоят под 100 тысяч долларов. Потому что, ну, прокатавшись по городу, покатавшись по пригороду, вы наверняка побьете свое лакокрасочное покрытие, лакокрасочное покрытие своего автомобиля и побьете себе внешний вид. Как можно его предохранить? Ну, про технологию нанесения молекулярных пленок мы уже говорили. Да, она работает, но не каждый камень выдержит это покрытие. А вот теперь поговорим о покрытии Venture Shield, которое с успехом устанавливают здесь, на Сталинской 160-2. Ну, это автоцентр серебряный заквояж, точнее, не весь автоцентр. Автомоечный комплекс. Здесь работают ребята, которые следят за временем, которые сегодня могут помочь вашему автомобилю сохранить лицо, сохранить фары, сохранить оптику и лобовое стекло, в том числе. В течение, ну, ближайших пяти лет. А я думаю, что в течение ближайших пяти лет все-таки этот долбанный кризис-то закончится. И мы вновь будем иметь возможность покупать новые, теперь уже более лучшие авто. То, что происходит в автомобильной России, всего лишь цепь закономерных событий. Нам реально указали наше место в мире. И то, о чем предупреждали люди, знающие, случилось. И как приятно сейчас встряхнуть слухи о ангажированности наших передач автосалонами. И сейчас нормальное телевидение может реально помочь развитию малого бизнеса, как и сферы услуг вообще. Мы даем такую возможность всем. Вы, зрители, получаете возможность выбирать и сравнивать. Сегодня мы представляем тему защиты вашего авто полимерной бронепленкой. Все потому, что теперь не время разбрасывать деньгами, покупая то один, то другой, типа крутой автомобиль. Теперь реально круто смотрятся автоухоженные, без вмятин, царапин и сколов. Теперь именно состояние и внешний вид – признак достатка. И автомобиль, как и продукты, можно надолго сохранить. И принцип один и тот же. Автомобиль консервируется полимерной пленкой. Продукты – тоже. Вот вам пример ударного воздействия стальной пули, летящей со скоростью 200 метров в секунду. Незащищенная поверхность проминается и краска скалывается. Поверхность, покрытая бронепленкой, пусть и проминается, но сохраняет целостность лакокрасочного покрытия. Конечно, ни камушек, ни шип не летит с такой скоростью. И, соответственно, можно надеяться на то, что вовремя обработанная поверхность прослужит долго. Обработать такой пленкой можно и оптику, и поверхность под ручками в том числе. Пленка полируется и пропускает ультрафиолет. Так что вы не получите после удаления оной выгоревшие поверхности. Теперь, как грамотно обработать авто? Процедура эта в несколько раз сложнее банальной тонировки, так как речь идет о сложных поверхностях. Нельзя просто на глазок вырезать и натянуть. Здесь нужна база данных профилей и режущий плоттер. Здесь эта база есть. Есть и возможность загрузить данные об уникальных авто. Можно ли эту процедуру повторить в гараже? Пожалуй, нет. Сложно это очень. И лучше довериться профессиональным рукам. Результат вас удивит однозначно. Применение только высококачественной и идеально прозрачной пленки практически неразличимо. Самые восприимчивые к царапинам места автомобиля защищаются надежно и надолго. И мы не рекламируем конкретно эту мойку и конкретно этот автосалон. Мы показываем вам людей, руками которых делаются чудеса. Руки эти умные и с головой. Сейчас работают в автомойке комплекса «Серебряный сокояж». Мы когда-то показывали вам весь комплекс и все машины. Но время идет. И у нас появляется возможность выбирать вещи более разумные и интересные. Ведь продать авто – это сейчас достижение. Но сохранить его, грамотно и незадорого обслужить – это достижение, достойное большего уважения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!